Приветствую вас, и это может быть психосоматика. На самом деле, как вот вам и сказал мой коллега, психосоматика может быть следствием того, что есть определенные эмоции, определенные чувства, которые вы не выражаете в силу ряда причин. Вот, в силу, ну, тех или иных, значит, причин. И, соответственно, возникает такая вот проблема. Смотрите, вы выходите замуж 12 февраля. Неплохо было бы проанализировать, что происходило в это время. Ну, то есть, что вы чувствовали, что испытывали, как вам вообще было, то есть, были ли вы счастливы или, наоборот, напряжены. Как вами воспринималась свадьба, как некий такой исход, скажем так, да. Ну, когда напряжение нарастает, 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 и оно, наконец, спадает или, может быть, что-то еще. Дальше. Что вы испытали, когда заболели? То есть, какие у вас были чувства в этот момент? Испытывали ли вы слабость? Испытывали ли вы наслаждение? Как бы, ну, от того, что вот теперь, там, например, да, я могу расслабиться, допустим. Теперь, да, я могу, там, обохнуть, допустим. Вот. Ну, наконец-таки, или что-то еще, понимаете? То есть, вот это, то, что нужно, вот, исследовать, в первую очередь. Вот. Потому что это очень важный момент. Все. Вот. Именно от того, насколько вы будете в этом ориентированы, зависит то, что с вами происходит. Вот. Здесь и, собственно говоря, сейчас. Вот. Дальше. А, насчет так. Переболевая вырубит целая мышечная гладкая воздуха при любой физической нагрузке на улице, бывает, я... А, на улице, бывает, я... Почему? То есть, что за этим страхом, за это вообще? Так, в принципе, все походит, все похоже на то, что вам просто не хочется брать на себя ответственно, что из-за обмена вы перенапряглись. И теперь вам постоянно хочется быть в этом состоянии, в состоянии, когда вы, ну, грубо говоря, слабы, скажем так. В состоянии, грубо говоря, когда вы чувствуете, что можете, там, на другого человека, например, переложить выполнение своих, ну, своих обязанностей каких-то. Вот. То есть, вполне возможно, что все, там, условно, вашими желаниями и выгодой. Вот. Эм... Подумайте, какую выгоду вы получаете от того, что... ...так себя ведете. Ну, то есть. Вот. Вот это вот состояние. Выгода в чем? Вот. Подумайте об этом, это важно. Именно благодаря выгоде и именно отношению к тому, что вы хотите по итогу получить и является ключевым аспектом для контроля над этим состоянием. То есть, в нем самом, да, в нем самом, в этом состоянии плохого ничего нет. Оно, если оно началось, оно вам нужно, оно вас защищает от чего-то. Но проблема в том, что вы это не контролируете. Так что, смотрите. Смотрите. Вам, ну, можете выбрать эксперта и поработать с любым из нас. Вот. Можете, можете еще один вопрос бесплатный сделать, а можете не бесплатный сделать. И описать подробно, подробно, все, что происходит у вас, ну, в вашей жизни. То, что происходило, вот когда вы выходили замуж и так далее, а так далее, а так далее. Все это, все это можно изучать, все это можно исследовать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удовольствия. Спасибо. 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 Спасибо.